Дух Рождества Ранкин Басс представляет фестиваль семейной классики. Волшебная сказка Чарльза Диккенса «Рождественская елка» Ах, Рождество! Наконец-то! Я чувствую его в воздухе, чувствую его в сердце и вижу в витрине кондитерской. Просто посмотрите на все эти сладости. Фруктовые пирожные, сливы в сахаре, рождественские печенья – это бесподобно. О, мистер Диккенс, мы с Питером так счастливы, что вы будете встречать Рождество вместе с нами. Это самая чудесная ночь в году и самая лучшая компания – дети. Дети понимают, что такое Рождество. Но вы же Чарльз Диккенс! Вы и сами знаете все про Рождество. Вы же написали столько интересных рассказов. Рождественская история, сверчок за очагом. Вы, наверное, можете рассказать нам о том, каким было Рождество раньше. Какое Рождество было вашим самым любимым? Какая ваша самая любимая рождественская сказка? Нам с Питером интересно, как праздновали Рождество, когда вы были маленькими. Какое Рождество было самым-самым лучшим? Давайте по одному. Мэри, ты спрашивала, каким было Рождество в моем детстве. Я расскажу вам. Я расскажу. Но вы должны будете прожить это Рождество вместе со мной. Мы согласны, мы согласны. А елка тоже была? О да. Хотя эта традиция пришла к нам из Германии, но теперь ни одно Рождество не бывает без елки. Почему мы разговариваем здесь на улице? Вам пора домой. Дома я расскажу вам все про Рождество. Когда я был маленьким, елка казалась такой большой. Ух ты! Такая огромная! Гораздо, гораздо больше. Конечно, самым главным были игрушки. Вот главный герой моего детства. Горацио – великан с вершины плюща. Манту – злой волшебник. Его хрустальный шар. Огнедышащий дракон из Окибара. Волшебные сосульки. Это были не просто рождественские игрушки. Это было целое приключение. Ты кто? Я Питер Пайпер. Питер Пайпер? Ты на самом деле Питер Пайпер? Ты и правда съел пинту острого перца? Да, это я. Правда, количество я несколько преувеличено, и после этого у меня целую неделю болел живот. Чем мы можем быть вам полезными, сэр? Дох Рождества был украден. Что? Какой кошмар. Мир уже не будет прежним. Ну, кто его украл? Я думаю, его украл великан с вершины плюща. Ты имеешь в виду великана, который живет на вершине плюща? Да, он держит его в бутылке. Так чего же мы ждем? Пойдемте. Надо вернуть его. Конечно. Надо попытаться вернуть дух Рождества. Смотри, Мэри, тут дорога. Может, нам все-таки вернуться? Ты же самый настоящий великан. Да ладно, я его не боюсь. Смотри, Питер. Что там? Там что-то мелькнуло за елкой. Наверное, это мышь. Но я никогда не видела такую мышь. Эй, вы там. Кто вы такой? Разрешите представиться, меня зовут Персиваль. Ты можешь говорить. Это дело не хитрое, уверяю вас. Расскажи нам что-нибудь, Перси. Мне не нравится имя Перси. Я буду благодарен, если вы будете называть меня Персиваль. Прости, пожалуйста, но скажи нам, великан, все еще живет здесь? Конечно, живет. Но зачем он вам нужен? Нам нужно его найти. Он украл дух Рождества. Да. Из-за этого мир никогда не будет прежним. Но вы не получите от него того, что хотите. Он злобный, уродливый и жестокий. Он творит ужасные вещи. Как нам его найти? Идите по этой дороге, его замок будет в конце пути. Но я бы посоветовал вам вернуться. Я не боюсь никаких великанов. Пошли, Мэри. Спасибо, Персиваль. Надеюсь, мы еще увидимся. Наверное, это он. Я постучу. О, бог мой. Сразу двое. Боже мой. Вы что, не знаете, куда попали? Здесь живет великан. Да, и он терпеть не может детей. Вы должны это знать. Видишь, Питер? Пойдем домой. После того, как тот жуткий мальчишка Джек уронил его, он не выносит даже вида детей. А что так вкусно пахнет? Я умираю с голоду. Я готовлю великану рождественский ужин. Хотите есть? Он пока еще спит. Спасибо. Я приготовила все блюда, которые он любит. Питер, посмотри, какая огромная печь. Да, но я ей никогда не пользовалась. Он любит жареное, а не печеное. Раз, два, три, четыре. О, боже, он проснулся. Быстро прячься из печи. Раз, два, три, четыре. Чем-то пахнет здесь в квартире. Гораций, хватит. Ты уже столько лет повторяешь эту считалочку. Она мне уже надоела. Прости, Эсмеральда. А если вот так? Три, четыре, пять. Кто залез сюда опять? Ну, хватит, Гораций. Или три, четыре, пять, шесть. Здесь, наверное, кто-то есть. Но почему тебе никогда не угодишь? Я хочу свой рождественский ужин. Он почти готов, Гораций. Затопи печь, здесь холодно. Печь? Да, печь. Пусть будет адское пламя. Что же нам делать? Я не знаю. Эй, у меня есть предложение. Персиваль, что ты тут делаешь? Я явился на свой ежегодный рождественский ужин Без приглашения, конечно. Мышей он тоже не жалует, но зато оставляет самые вкусные куски. Но как мы отсюда выберемся? Тем путем, что я сюда пришел. Через трубу. А мы проползем? Это очень большая печь. И труба у нее большая. Нам придется ползти, только будьте попроворнее. Люди такие неуклюжи, не то, что мыши. За мной. А это что такое? Что такое? Это. Эсмеральда. Как ты посмела прятать детей после того, что Джек сделал со мной? Ну что ж, эти от меня не уйдут. Наконец-то я... Отомщу. Отомщу. Девушки отдыхают. Ставь их в покое. Ни за что на свете. Побежали к плющу. Никуда вы не побежите. Беги, Мэри. Эта старая развалина не может бегать быстро. Это верное наблюдение, но простите, что я шучу в такой непроходящий момент, а зато он ходит гигантскими шагами. Бегите, я попытаюсь его остановить. Это его задержат на какое-то время. Насколько я вижу, наш великан остался считать звёздочки. Ты пойдёшь с нами, Парсиуэль? Это очень мило с твоей стороны, но я не думаю, что меня будут понимать там, внизу. Тогда я хочу сказать тебе, что ты такой чудесный. Поспеши, он скоро нас догонит. А ну вернитесь! Нет! Нет! Они снова меня обставили! Ненавижу детей! Ненавижу! Ненавижу! Они убежали? Да! И после того, как меня уронили, я боюсь высоты. Поэтому я не могу пойти за ними. Меня засмеют в МОВМ. МОВМ? Да, они собираются раз в сто лет. И ты про них ничего не знаешь, конечно же. Ну что такое МОВМ? Международное объединение великанов всего мира. А вот и они. Мы уже начали думать, что вы не вернётесь. Всё гораздо серьёзнее, чем мы думали. У нас не получилось. Мы не достали Дух Рождества. Повезло, что ноги оттуда унесли. Но Дух Рождества не у великанов. А у кого? Вы слышали про злого волшебника Монту? Нет. Кто он такой? Он самый могущественный волшебник в мире. Он украл Дух Рождества у великана. О, Боже! Но без Духа Рождества не будет праздника. Дух Рождества – это главное. Это радость. Это тепло. Это счастье. Он живёт в замке на Востоке. Вам нужно найти его и выпустить Дух Рождества. А как нам туда добраться? Есть три препятствия. Первое – это река Гэдвайнов. Гэдвайны? Раньше это были мирные речные эльфы, но Монту превратил их в злобных троллей, чтобы они служили ему. А какое следующее препятствие? Орландо – дракон Окибара. Это самый настоящий снегодышащий дракон. Есть ещё вопросы? А третье препятствие? Сам Монту – он очень могущественный. Как мы попадём к нему? Эта звезда с верхушки ёлки поможет вам. Мы полетим на Монту на звезде? Как на ковре самолёте? Да. И когда вы найдёте его, выпустите Дух Рождества. Удачи! Спасибо! До свидания! Всего хорошего! Наверное, это река Гэдвайнов. Волны! О, боже! Итак, что у нас тут? Кто вы такой? Здесь вопросы задаю я. Что вам нужно? Мы пришли забрать у Монту Дух Рождества. У Монту? У Монту? Он украл Дух Рождества. И мир уже не может быть прежним, пока мы не вернём его. Вы король? Я король Гэдвайна Торгель. Но если в деле замешан Монту, то я не могу вам помочь. Он самый могущественный волшебник. Но вы можете отпустить нас. Если я вас отпущу и об этом узнает Монту, мне даже страшно представить, что он сделает с нами. Но мы ему не скажем. С помощью своей магии он всё узнает без слов. Пожалуйста! Довольно разговоров. Увезли их, пока я не решу, что с ними сделать. Нам нужно выбираться отсюда. Но как? Мы можем сбежать. Даже если мы выберемся, что нам делать? У нас больше нет звезды. А через реку мы переплыть не сможем. Нам надо что-то придумать. Нельзя просто сидеть и ждать. Но плыть по реке я точно не хочу. Отсюда она выглядит не такой уж бурной. Может, мы сможем переплыть на другую сторону и... Мэри, видишь это? Это наша звезда. Если бы мы могли до неё добраться... Мы можем попробовать. Ты толкаешь стражника справа, а я толкаю того, что слева. Отбираем у них карамельные клюшки и бежим со всех ног к звезде. Эх, еле ушли. Да, еле ушли. Не нравятся мне все эти приключения. Ой, что происходит? Что это было? Питер! Посмотри туда! Я раньше никогда не виделся. Снега дышащего дракона. Наверное, это Орландо. Дракон Акибара. Второе препятствие. Как мы пройдём нему него? Звезда снаружи. А на дракона мы напасть не можем. Он же огромный. Здесь становится холодно. Питер, надо что-то придумать, иначе мы замёрзнем. Теперь я понимаю, каково это быть снеговиком. У меня есть идея. Надеюсь. Нам сейчас она пригодится. Здесь есть сухие ветки или листья? Повсюду. Но зачем они? Мы разведём костёр. Но как? У меня есть рождественская свечка и несколько спичек. Мы растопим Орландо. Куда их класть? Положи их к его ногам или лапам, или что там у него. Попарим ему ноги. Да, устрой ему настоящую парную. Ага, то, что мне нужно. Отойди, Мэри. Теперь посмотрим, как тебе это понравится. Сработало. Мы преодолели два препятствия. Да, осталось последнее, самое сложное. Сам Монту. Проклятие. Они преодолели оба препятствия. Но уж нет, они не получат дух Рождества. Они скоро явятся, и я их буду ждать. Стражник, принеси мне ковёр и волшебную сосульку. Они поймут, что не только они одни могут летать. И они увидят, что никто ещё не справился с волшебной сосулькой. Вперёд! Мы почти на месте, Мэри. Хотелось бы знать, чего нам ждать. После всего, через что мы прошли, мы можем ждать самого худшего. Что это? Ах так! Вы хотите забрать у меня дух Рождества, не так ли? И мы заберём. Даже если ты превратишься в какого-нибудь монстра. Я великий Монту, маленький грубиян, и я покажу тебе, на что я способен. Это волшебная сосулька. И она не остановится до тех пор, пока не настигнет свою жертву. То есть тебя. Осторожнее, Питер. Нет, глупая. Он жертва, а не я. Нет! Эй, Мэри, лови. О, нет! Дух Рождества на свободе! Так тебе и надо. Разве ты не понимаешь? Все мои заклинания не работают. Поэтому я и украл дух Рождества, чтобы снова творить зло. А теперь я не могу этого делать. Но почему-то это уже не важно. Ты чувствуешь, Питер? Ты чувствуешь, как все наполняется счастьем и теплом. Это самое потрясающее чувство в мире. Я тоже его чувствую. Вы правы, это чудесно. Ой, я рада, что ты тоже чувствуешь это, Монту. Теперь мы можем пожелать тебе счастливого Рождества. Пока, Монту, и счастливого Рождества. Эй, вы оба, проснитесь. Я начал вам рассказывать о том, каким было Рождество в прошлом, о том прекрасном времени, когда я был ребенком и обо всех удивительных приключениях, а вы заснули. Но, мистер Диккенс, мы не спали. Мы были вместе с вами в этом рождественском приключении. Вы были с нами, вы нам помогали вернуть дух Рождества. Это было чудесно. Хотя иногда немного страшно. Я очень рад, что это уже все в прошлом. Но это было очень захватывающе и весело. Я тоже рада, что это всего лишь прошлое. И теперь мы здесь с вами можем поговорить об этом Рождестве. Похоже, это самое интересное Рождество из всех. Все верно. Самое лучшее Рождество – это Рождество. И так будет всегда, пока на свете есть Рождество и дети, которые его любят. Мы всегда будем надеяться, что наступит мир во всем мире и добро победит зло. С Рождеством, мистер Диккенс! С Рождеством, мистер Диккенс! Счастливого Рождества, дети! Счастливого Рождества! Рождества! Рождество, мистер Диккенс! Он, license memory Christmas and a happy new year!